Владимир Светилович, можно уже, я думаю, какие-то первые итоги подвести вот этой обновленной системой распределения государственных средств на поддержку кинематографа. У нас прошли питчинги в Министерстве культуры на авторское экспериментальное кино, на детское, на документальное кино, и состоялась публичная очная защита проектов в фонде кино. Это фильмы, которые призваны работать на увеличение доли российских фильмов в валовом годовом прокате. Понятно, что еще предстоит принять окончательные решения, но, тем не менее, какие вы предварительные итоги можете подвести сейчас? Ну, действительно, в этом году была изменена система распределения государственных средств на поддержку кино. Ну, прежде всего, я подчеркну, речь идет о государственных средствах, о средствах налогоплательщиков. У нас с вами, которые государство распределяет на поддержку отрасли. И примерно чуть больше половины этих денег распределяет фонд кино. В данном случае критериями является, первое, коммерческая успешность проекта, на втором месте его социальная значимость и актуальность. Чуть более половины – это сколько миллиардов рублей? Около трех миллиардов. Чуть менее трех миллиардов распределяет Министерство культуры. Здесь обратная система критерий. Для нас коммерческая успешность на втором, третьем, четвертом месте. Но самое главное – это социальная значимость этих проектов, плюс поддержка дебютов, молодых режиссеров, поддержка профессионалов в отрасли. Мы впервые постарались более четко разграничить полномочия фонда кино и министерства. Сделаны первые шаги. Я думаю, что в следующем году эта система будет и далее усовершенствована. И мы впервые пошли по принципу открытой защиты проекта. То есть экспертные советы, фонда кино – экспертный совет, а также три экспертных совета Министерства культуры заранее ознакомились со сценариями, заявками, синопсисами, после чего открыто в присутствии прессы, в прямой трансляции в интернете, а местами даже в прямой трансляции на вашем телеканале, заслуженные режиссеры, народные артисты рассказывали о своих проектах и убеждали, что именно этот проект в первоочередном порядке нуждается в поддержке государства. Решения экспертных советов, конечно, носят рекомендательный характер. И принимая во внимание позиции советов, далее органы государственной власти, ответственные за политику в области кино, принимают решения о поддержке тех любимых проектов. Мне кажется, что беспрецедентная система открытости, она, во-первых, позволяет в корне пресечь все разговоры о каких-то кулуарных и чуть ли не коррупционных договоренностях. Во-вторых, честно говоря, на мой взгляд, это еще и хорошая реклама для проектов. Сколько всего будет проектов поддержано в общей сложности? Удалось ли это уже подсчитать? Понятно, что это несколько десятков. В министерстве это очень большой список. Я могу вам сказать, что это 12 кинофильмов в категории авторское кино, еще 10 кинофильмов в категории детское кино. Мы значительно увеличили в этом году финансирование детского кино. Такого объема и сумм, и количества проектов в Министерстве культуры не было никогда. Нам просто кажется, что это очень важно. Но не все же Человек-паук нашим детям смотреть. И в категории «Дебютное кино» здесь еще 10 проектов. Также мы поддерживаем 4 крупных сериала. Мы считаем наши важнейшие принципиальные позиции. Вообще сериал имеет колоссальную аудиторию. Колоссальную. Дороже, чем в кино. Иногда в десятки раз. Больше, чем в кино. И вопрос в том, что сейчас сериалы в последнее время вышли на такой высокий художественный уровень. Иногда художественно, актерски. Они, знаете, и превосходят многие кинофильмы. Поэтому с учетом того, что нам важно донести и искусство, и определенные идеи до массового зрителя, мы впервые пошли по пути поддержки сериалов. Мы, конечно, взяли первые 4 сериала, в основном касающиеся важной исторической, литературной проблематики, серьезной литературной основы. Ну, например, сериал «Бесы Хатиненко», сериал «Тихий дом», Сергей Урсуляк, компания «Москино». Сериал в августе 44-го по знаменитому роману Богомолова, продюсерская компания «Первого канала» и сериал Никиты Высоцкого «О декабристых». Мне кажется, наша задача – начать создавать сериальный продукт уровня компании HBO, уровня такого художественного мастерства и высокого качества, чтобы эти сериалы потом шли по всему миру. Вот, знаете, по-моему, турецкий «Золотой век» – это, собственно, лучшая пропаганда турецкой истории. И вообще цивилизация, османская цивилизация, его смотрят по всей Европе. Сериал «Рим» смотрели по всему миру. Я уверен, что мы можем делать продукты лучше. Значит, 36 проектов я насчитал по линии Министерства культуры, то есть около 40 тайтлов в общей сложности по линии фонда «Кино». По линии фонда «Кино» в очной защите участвовало 28 проектов. Почти все они рекомендованы к поддержке. Другое дело, что поддержка бывает на разных основаниях. Есть поддержка безвозвратная. Есть впервые в этом году мы ввели поддержку возвратную. То есть когда продюсерская компания обещает, фактически получает беспроцентную суду от фонда «Кино». После релиза фильма, после того, как он закончит свой прокат, деньги будут возвращены государству. Это выгодная схема. Это без залога, достаточно быстрые деньги. Но их нужно вернуть. И есть еще схема компенсирования процентной ставки в банке. То есть когда продюсерская компания получает коммерческий банковский кредит на съемки кинофильма, но мы компенсируем процентную ставку. На мой взгляд, в идеале, конечно, мы должны как можно больше уходить в случае с коммерческим кино, уходить в возвратную либо в компенсационно-банковскую схему. Потому что только таким образом мы наконец-то сделаем кино продуктом рынка. По большому счету банкам должно быть выгодно финансировать наши продюсерские кинокомпании. Продюсерским компаниям должно быть удобно и легко пользоваться банковским кредитом. По итогам первой работы обновленной системы господдержки кинематографа в России. Какую бы долю российского кино в валовых годовых сборах вам хотелось бы видеть? Какую планку вы считаете для себя задачей? Ну, задача максимум к 2018 году. Я, честно говоря, даже не помню, какие цифры установлены в госпрограмме культуры. Они, конечно, там очень осторожные. Но мне кажется, что в идеале мы должны выйти где-то на 25% доля российского кинофильма на прокате. Сейчас это менее 15%. Что касается компаний-лидеров, сейчас это вообще смехотворная цифра около 7%. Я думаю, что эта цифра вполне может вырасти процентов до 15-17%. Для этого нужно не только усилие государства, для этого нужно, чтобы кино было интересно. Копродукция – важная тема. И я знаю, что в копродукции должен сниматься фильм «Милый Ханс. Дорогой Петр» Александра Мендадзе. И у создателей проекта тревогу за будущее фильма вызвала ситуация, в которой он, как я понимаю, при первом приближении не получал госфинансирование. Насколько сейчас эта ситуация решаема и решена ли она? Эта ситуация полностью решена. Действительно, с первого раза этот проект не прошел. Потому что там, с одной стороны, экспертный совет продюсеров его поддержал, экспертный совет историков его не поддержал. Там была еще третья точка зрения экспертного совета психологов-социологов такая. Неоднозначная. У нас публичная защита. И, по сути, практически публичное голосование. И в данном случае департамент кинематографии и министерства обратил внимание на то, что есть противоречивые оценки. Мы в этой ситуации взяли паузу в пару недель, разобрались. Посмотрели, в чем, собственно, замечания историков. И довели эти замечания до Александра Мендадзе. Сказал, что, вы знаете, большое спасибо. Мы полностью нашли общий язык. Мендадзе попросил дополнительных консультантов. Мы ему предоставим этих консультантов из Российской Академии наук и Российского военно-исторического общества. И мы будем настоятельно рекомендовать фонду кино поддержать этот проект. Мы надеемся, что это будет фильм очень высокого качества. Мы никогда не узнаем, как точно работает российский фильм, если не будем в режиме реального времени смотреть, как он зарабатывает. Как продвигается внедрение единой системы мониторинга продаж билетов у нас в стране? Непростая проблема. Пока основным инструментом, которым мы располагаем, является так называемая единая автоматизированная система учета продажи кинобилетов. В настоящий момент базовая ее проблема, потому что к ней подключено очень мало кинотеатров. Мы решительно взялись за наведение порядка в этом деле. Ведем сейчас несколько десятков судебных процессов с кинотеатрами, которые не подключаются к этой системе. Выписываем пачками штрафы. И в целом встречаем понимание отрасли. Результаты следующие. С февраля этого года по август мы удвоили количество современных кинотеатров, подключенных к этой единой системе. Сейчас это уже более 60%. Задача, которую мы перед собой ставим, до конца года довести эту цифру до 90%. Какие меры будет принимать Министерство культуры к тем продюсерским компаниям или режиссерам, которые не выдерживают взятые на себя обязательства по срокам сдачи проектов, профинансированных государством? Мы действуем и будем действовать всегда строго в соответствии с законом. В соответствии с теми договорами, которые официально заключал Минкульт с компаниями-производителями на изготовление фильмов или мультфильмов. Штрафы и довольно крупные, исчисляемые миллионами рублей, платили и Михалков, и Станислав Говорухин, и Алексей Попогребский, и другие режиссеры. Поэтому везде, где можно, в рамках закона, мы входим в положение. Заболел режиссер, если он преклонного возраста, предоставляет больничный лист. Это дает нам законное основание уменьшить штраф. Но такого отношения, что этот фильм нам нравится, или этот режиссер нам симпатичен, поэтому он штраф платить не будет, вот такого индивидуального подхода в нарушении закона в министерстве никогда не будет. Большое спасибо вам, Владимир Владимирович, за это интервью. Продолжение следует...